Добрый день, уважаемые коллеги! С кем-то из вас я здоровую сегодня уже второй раз. Мы проводим второй вебинар сегодня. Сегодня у нас Марина Анатольевна Орешко. Она проведет вебинар, который должен был состояться ровно неделю назад, но был перенесен на сегодняшнее число. Да, я вижу здесь достаточно много участников, которые были на первом вебинаре, поэтому я повторно с вами здороваюсь и рад, что вы с нами вновь. Но понимаю, что для тех, кто ходит к нам на вебинары, каждый раз достаточно не очень приятно выслушивать одну и ту же информацию, но тем не менее, так как на наши вебинары, на каждый наш вебинар, примерно 10% приходят людей впервые, я позволю себе повторить ту информацию, которую я даю всегда в самом начале нашего чата. Итак, первая ссылка. В самом начале чата я отдал 4 ссылки. Первая из них ведет на наш сайт, на главную его страницу с расписанием. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который пройдет до конца нашего учебного года, до июня 2019 года. В нашем расписании в настоящее время около 160 вебинаров представлено. Будут еще со временем. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и я вам предлагаю подписаться на наш видеоканал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит. На нашем видеоканале выкладываются все записи наших вебинаров. В частности, сегодня, ближе к вечеру, будут выложены все записи за прошедшую вебинарную неделю. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии. И сегодня у нас там появился новый курс. Всего сейчас мы предлагаем 8 курсов. Для тех, кто готов учиться онлайн, это хороший способ чему-то достаточно основательно подучиться. Ну и, наконец, последняя ссылка. Это ссылка на страницу выдачи сертификатов. И я надеюсь, что к самому концу нашего сегодняшнего мероприятия уже будут сформированы сертификаты для вас. И кто захочет, сможет приобрести сертификат о участии в данном мероприятии. Ну и еще традиционно я хотел бы дать... Так, прошу прощения, это что-то я не то дал. Одну минутку. Традиционно проанонсировать три следующих мероприятия, которые пройдут в рамках Директ Академии. Вот эти мероприятия. Завтра состоится мой вебинар «Сам себе билд-редактор. Как преподавателю правильно подбирать иллюстрации и медиафайлы». Это вебинар про то, как правильно использовать внешние источники для того, чтобы подбирать контент для себя. Это мой последний вебинар в ближайшее время. Дальше у меня начнется курс, и я проводить вебинары в Директ Академии не буду. Буду только в качестве ведущего присутствовать, объявлять других спикеров. До декабря мы с вами... В этом качестве я с вами прощусь. О, нет, прошу прощения, не последний. Последний вебинар пройдет 29-го. Это последняя ссылка. И будет он называться «Новые медиа в обучении. Изображение высокой четкости». Этот вебинар про то, как использовать гигапиксельные изображения в обучении, какие есть инструменты, и как можно применить эти инструменты в работе преподавателя. Вот этот вебинар будет последний в октябре, и следующие вебинары будут... Мои вебинары будут только в декабре месяце. Ну а 26-го числа, завтра, будет вебинар нашей постоянной ведущей Татьяны Телегиной. Вебинар будет называться «ВКР. Оружие успешного дипломника». Всех прошу на эти вебинары, они должны быть интересны. Ну что ж, мое вводное слово закончено, и я передаю слово Марине для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Марина, прошу на связь. Дорогие мои коллеги, слышно меня? Видно, надеюсь, все в порядке. Все в порядке. Рада вас видеть сегодня. Начнем наш вебинар, который я назвала «Интересные онлайн-сервисы для цифрового сторителлинга». Сегодня я вам несколько слов расскажу о том, что такое цифровой сторителлинг, и покажу несколько инструментов, которые, на мой взгляд, могут быть полезными при создании различных цифровых историй и их публикации в сети интернет. Но сначала несколько слов о самом понятии сторителлинг, откуда это пришло и как это работает. Индейцы говорят, кто рассказывает истории, тот управляет миром. Действительно, наверное, интересно рассказанная история не только развлекает, но она еще может вдохновлять, передавать какие-то эмоции, побуждать к действию, в чем-то убеждать. Вот как раз искусство рассказывания историй и называют сторителлингом. Это английское слово «стори-история», «тел-рассказывать». Смысл сторителлинга заключается в следующих словах. Лучший способ сделать доклад или презентацию, или передать знания – это рассказать историю. И вот под этим девизом сторителлиры работают. Отцом сторителлинга считается Дэвид Армстронг, который изложил эту свою концепцию. А приемы сторителлинга сейчас очень широко используются и в бизнесе, и в образовании, и в библиотечной практике, как выяснилось. В школе, как правило, они используются для самостоятельной исследовательской работы при создании проектов. А в библиотеках, на мероприятиях для продвижения книги, для рекламы библиотечных услуг, различных других вариантах, может быть. Самый главный вопрос, конечно, как создают, как собирают такие истории, как их можно сделать. Как рассказать историю интересно, чтобы она не превратилась просто в какой-то набор фактов, а действительно вдохновила, убедила в чем-то, может быть, вызвала какие-то эмоции у слушателей. Сторителлиеры говорят, что в основе любой интересной истории это, конечно, персонаж. Какой-то конкретный человек, или сам рассказчик, или какой-то гипотетический человек. Не только живое существо, может быть, и неодушевленное. Например, если у нас главным героем будет книга, о которой мы хотим рассказать. Во-вторых, это плюс хорошая история, это обязательно какой-то интересный и обычный сюжет, который может вызвать интерес. Последовательность, может быть, каких-то событий, либо просто логика повествования настолько интересная и увлекательная, что зрители подключаются. В-третьих, история интересна тогда, когда слушатель, участник может ей как-то сопереживать, представлять себя на месте героя. Может, она у него вызовет удивление, радость, какие-то другие чувства. В общем, это эмоции. И, наконец, еще один важный компонент хорошей истории, это, конечно, мастерство рассказчика, который ее рассказывает. Даже интересную историю можно рассказать не очень хорошо. Но к чему я обо всем этом начала разговаривать? Дело в том, что не только сторителлинг вот такой вот в реале, выступление сторителлеров с интересными рассказами сейчас работает. Появляется такое понятие, как цифровой сторителлинг. На место рассказчика встают сервисы Web 2.0, которые позволяют делать истории и представлять их в сети интернет. Причем истории – это не только какие-то тексты. Но плюсы цифровых историй в том, что сюда можно подключить разные-разные медиа. Можно добавить аудио, видео, изображения. Можно даже опросы добавлять. В общем, цифровой сторителлинг – это отличная возможность проявить себя в интернете, показать свои возможности и создать или самостоятельно, или вместе с читателями какую-то интересную историю. Как создаются истории цифровые, и если вы впервые начали этим заниматься, где можно подсмотреть какие-то интересные идеи? Я уже неоднократно говорила об этом проекте, который называется «Арзамас». Он посвящен литературе, культуре. Здесь очень много цифровых историй, действительно интересных, с аудио, с видеофайлами, с интересными текстовыми рассказами, опросами и просто любопытными материалами, которыми можно пользоваться. А если вы только-только делаете первые шаги, то я вам покажу несколько интересных, на мой взгляд, инструментов, которые помогут вам создавать разные истории, используя различные медиа. Самые простые истории, конечно, можно создать с помощью изображений. Одного или нескольких. Давайте посмотрим. Первый сервис, о котором хотела сказать, называется Storybird. Сейчас я сразу по ходу ссылки буду вам в чат класть, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит та или иная цифровая история. Нравится вам этот сервис или нет. Storybird. Онлайн-сервис для создания историй на основе иллюстрации и текстовых сообщений. Для создания истории можно зарегистрироваться через почту, либо через аккаунт Google. Потом вам сервис тут же предложит создать свой собственный класс. Поскольку сервис ориентирован на образование, то предложит создать класс, в котором вы можете к работе подключать других участников. Например, организовать коррективную работу по созданию цифровой истории. После того, как вы создали аккаунт, его настроили, вы уже можете тут же приступать к творчеству. Как это делается? Сервис дает возможность создавать истории на основе всевозможных картинок. Единственный минус, что картинки нельзя добавлять со своего компьютера. Картинки надо брать прямо здесь, из сервиса. Здесь их достаточно много. Вам тут же предложат поисковую строку, в которую вы вписываете ключевое слово. Главного персонажа, например, которого вы будете ставить в центр истории. Поиск, к сожалению, на английском языке. После того, как вы забили какое-то ключевое слово, вам выдадут целый список персонажей с картинками, из которого вы можете выбрать своего героя, как вы его себе представляете. Я, например, выбрала такого. Дальше осталось нажать только «Выбрать», в каком формате вы будете рассказывать историю. Что это такое? Picture book – это вот в серединке из списка. Picture book – это формат в виде книги. Вот ссылка, которую я вам послала, это вот как раз тот самый. Второй – long-form book. Это тоже рассказ, но он уже в виде поста. Такой длинной статьи с картинками. Есть еще тут раздел poem – это сочинение стихотворений. Но это только для англоязычных пользователей. Нам подходят первые два – long-form и picture book. После того, как вы выбрали формат, нажимаете «Use this art» и попадаете в рабочее поле. Вот такое. Тут все несложно. Вам тут же предложат еще кучу вспомогательных персонажей, одушевленных и неодушевленных, для той же тематики, чтобы вы могли добавлять их в свою собственную историю. Внизу кнопки для добавления слайдов, обложки, новой страницы. Слева и справа всевозможные картинки, которые вы можете сюда добавить, перетаскивая их мышью. Картинки и тексты вы размещаете, как желаете. Еще недостаток может быть, что текст нельзя форматировать. Он уже стандартного размера будет, как решат создатели. Но может быть, это и плюс. Потому что в этом сервисе могут работать дети. Если вы работаете в детской библиотеке, то плюс, что здесь особо настроек не требуется, особого форматирования не нужно. Это помогает очень быстро и интересно работать. Да, сервис англоязычный, поэтому в поиске придется вписывать слово на английском языке. Но если вы не знаете, как это по-английски, вы всегда можете гугл-переводчик открыть, вписать туда русский вариант. Гугл переведет. Вы просто скопируете это слово и вставите в сервис для поиска. За исключением минусов двух, которые я здесь увидела, то, что это сервис англоязычный и то, что нельзя подгружать свои картинки. Вообще сервис, по-моему, очень неплохой для создания интересных книг, которые можно просматривать и делиться ими в сети. Готовую книжку можно вставить либо на страничку своего блога, либо на сайт, либо просто ссылкой поделиться. Большой плюс в том, что работу можно организовать еще и коллективно. А вот так выглядит, если вы выберете, например, вариант длинной статьи с картинками. У вас будет какой-то заголовок, а дальше просто в виде длинной-длинной статьи вы с картинками пишите какой-то текст. Вы можете добавлять сюда разделительные линии и главы, тем самым свою историю поделив на несколько частей. И опять-таки слева и справа вам будут картинки сюда. Предложены похожие тематики, чтобы вы их могли добавлять, перенося мышью. Вот таким образом работает этот сервис. Еще один похожий. Называется StoryJumper. Сейчас опять ссылку вам дам. StoryJumper мне тоже нравится. Во-первых, потому что он бесплатный относительно. Во-вторых, он тоже на основе картинок, но картинки можно не только из сервиса брать, но и подгружать свои собственные изображения. Это большой плюс. Ссылок я набрала много. Я вам сразу все три отправлю, чтобы можно было посмотреть, сравнить, как это работает. Выбирала я специально работы, сделанные не очень профессионально, либо читатели библиотеки, либо школьники. Как вариант можно представить, как этот сервис выглядит и как он работает. Итак, StoryJumper. Он тоже создает книжки иллюстрированные. Они даже со звуком. Перелистывая страницы и перелистывая обложку, вы можете услышать звук, который сопровождает все это. Как это работает? Вы регистрируетесь в сервисе, а дальше тут же начинаете создавать свою первую книгу. Сервис тоже поддерживает коллективную работу. Вы можете точно так же создать свой класс, туда учеников добавить, ну или соавторов, и вместе с ними уже работать над книгой. Здесь какие возможности есть? Вы в книжку можете добавить картинки. Вот с левой стороны как раз у нас есть опять-таки поисковая строчка, которую тоже на английском языке надо вписать название. Дальше вы можете искать в разных разделах. Кстати, поиском пользоваться не обязательно. Вы можете просто пролистывать ползунок вверх-вниз и просматривать все картинки. Просто это займет больше времени. Пробс – это живые существа и различные неодушевленные объекты, то есть какие-то персонажи. Сценсы – это фоновые картинки. В разделе «Фотос» вы добавляете свои изображения. Ну и текст, понятно, это добавление текста. Сверху есть кнопочки, которые добавляют обложку книжки и отдельные странички. Странички будут действовать как развороты. Вы разворачиваете, и у вас и с одной, и с другой стороны будет какая-то картинка. Плюсиком добавляете новые слайды и работаете с каждым слайдом уже отдельно, добавляя картинки. Вот так вот, например, выглядит уже книга в работе. Любую картинку, которую вы сюда добавляете, если вы взяли ее из сервиса, вы ее можете немножко подредактировать. Например, развернуть в другую сторону, перекрасить. Со своими картингами так не получится. Сервис предлагает различные возможности для оформления изображений. Рамочки, различные облачка, выноски, дополнительные украшения. Все это тоже можно использовать. И что делать потом с готовой работой? Можно ее встроить на страницу сайта или блога, либо ссылкой можно поделиться. Здесь бесплатен сервис для публикации в интернете. Платно, если только вы заходите экспортировать эту свою книгу. Тогда потребует плату. А так, собственно говоря, минусов не так уж много. Во-первых, английский язык. А второй минус, что здесь класс нужно открывать на какое-то определенное время. По умолчанию на полтора часа дается возможность. Но можно это время увеличить. То есть это не принципиально. Если в первом сервисе Storybird там класс навсегда можно создать, то вот в этом сервисе только на какое-то определенное время. А так, в целом, сервис очень неплохой, красочный. Для детской библиотеки или для школьной очень хороший вариант. Прошу прощения, тут периодически будут проблемы с голосом немножко. Следующий вариант создания цифровых историй – это истории, основанные на аудио- и видеоматериалах. Здесь тоже есть несколько интересных вариантов. Вот об этих двух сервисах, о которых я сейчас начну говорить, U-tell Story и следующие, я уже говорил на предыдущем вебинаре. Еще раз коротенько остановлюсь. Может быть, не все были, не все знакомые с ними. U-tell Story – это сервис для создания цифровых историй на основе изображений, аудио и видео. Бесплатно можно создать здесь историю длиной 24 слайда. Можно между ними настроить переход и добавить к каждому из них озвучку. Не более 30 секунд, полминуты. Если вы впервые в сервисе, то вам на целый месяц предложат так называемый аккаунт плюс. Здесь можно сделать очень длинную историю до 100 слайдов. Есть 6 вариантов перехода между ними. Озвучка будет до минуты, в два раза больше. Ну и, наконец, здесь можно еще и опросы добавлять для служителей и для зрителей. Когда у вас период демо закончится, вот этот плюс, ваша работа сохранится, она не исчезнет. Сервис довольно простой. После регистрации вам предложат создать историю. Появится слайд на экране. На этот слайд вы загружаете свою картинку компьютера. А далее к этой картинке вы можете загружать аудио или видео. Видео добавляется по ссылке из YouTube. Аудио файл вы можете загружать как с компьютера, так и записать его прямо здесь, в самом сервисе. Для этого есть кнопка Record. Главное здесь подключить микрофон. И дальше к каждому слайду можно добавлять определенную озвучку. Сейчас я ссылку положу, как это выглядит. Это детская работа, озвученная ребенком. Один из примеров работы в сервисе. Готовую работу вы можете вставить на страницу сайта или в блог. Похожий сервис Voice Read. Он тоже позволяет создавать цифровые истории на основе не только картинок, но еще и аудиозаписей. Сейчас, минутку, ссылку добавлю. Как это работает? Вы загружаете в сервис картинки, который собираетесь озвучить. Что-то наподобие презентации создается. Картинки можно менять местами. После того, как вы картинки загрузили, дальше добавляете каждый из них в звуковой комментарий. Либо можете написать его как текст, либо записать его через микрофон. Либо видеокомментарий, если у вас подключена, например, веб-камера. Либо уже готовые аудиозвучку прикрепить. И таким образом вы с каждым слайдом работаете. После этого захороняйте свою работу. И можете ее размещать в блоге и на сайте. Большой плюс и UtelStory, и Voice Read. То, что оба сервиса позволяют работать коллективно. Вы можете подключать и других пользователей к работе. У Voice Read есть небольшое ограничение. До 3 минут можно создавать аудиокомментарии, до 30 минут видеокомментарии. Бесплатно можно создать 50 работ в этом сервисе. Комментарии могут добавлять любые учащики, которые зарегистрированы, и которым вы дадите на это разрешение. Это что касается аудио и видео вариантов. Вообще, цифровые истории можно привязать к хронологии событий. Особенно это интересно, если вы рассказываете какие-то истории, связанные с историческими деятелями, с известными людьми, с биографиями, с историями открытий, географических изобретений и так далее. Это называется лента времени. На небольшую шкалу наносятся различные временные отсечки с названиями событий. А к каждому событию прикрепляется определенный контент. Это могут быть картинки, видео, аудио, ссылки на различные веб-ресурсы и так далее. Самый интересный сервис долгоиграющий, который уже давно работает – TimeToast. Он создает ленты времени на основе изображений. И кроме того, вы можете прикрепить ссылку на определенный веб-ресурс. Просматривать эту ленту времени можно как шкалу временную, либо вот так вот вертикально, как у меня сейчас на слайде, по событиям. Сервис уже давно работает, к сожалению, он очень сильно монетизировался. Раньше он давал возможность вставлять ленты времени на страницу сайта или блога. Сейчас это платная функция. Единственное, что можно, это получить ссылку на готовую работу и потом с этой ссылкой распространять ее в сети. После того, как вы начнете создавать ленту времени, вы добавляете на нее определенное событие. Кнопочка Add Event, она с левой стороны вверху. Открывается вот такая карточка события. Вы сюда вписываете название, небольшое описание, конечно, дату устанавливаете и добавляете картинку. После этого нажимаете кнопку фиолетовый Update Event и она у нас на ленту времени добавляется. Вот так пошагово, одно за другое, вы добавляете события, а затем формируется вот такая лента времени. Сервис почему я выбрала? Потому что здесь нет ограничений по количеству лент времени. И здесь можно работать достаточно просто. Если вы впервые занимаетесь созданием лент времени, вот Time Toast как раз вариант, когда можно начать. Если хочется чего-нибудь посложнее, то есть сервис Time Glider. Сейчас я ссылку, минутку, вам тоже в чат положу. Это тоже сервис для создания лент времени. У него возможностей немножко больше. Он позволяет не только картинки добавлять, но и добавлять ссылки на веб-ресурсы, видео, аудио по ссылкам. Вот примерчик я вам в чат положила. Если вы сейчас по этой ссылке перейдете, то откроется такое немножко непонятное поле. Это поле создатели сравнивают со шкалой радиоприемника. Есть стрелки и ползунок с правой стороны, которые позволяют эту ленту времени масштабировать. Нужно масштаб немножко уменьшить, и тогда появится вот примерно то, что у меня сейчас на слайде. Чтобы открылись картинки вверху, надо мышку поднять наверх, появится такая стрелочка вертикальная, обратная, и потянуть вниз. И тогда вот эти картинки, вот это поле с картинками откроется. Если вы нажимаете на любой текст, который здесь на ленте времени представлен, у вас открывается карточка небольшая, и там описывается то или иное событие, то или иная маленькая история открывается. Здесь у нас собраны памятники Мурманска. Если нажать на название, то открывается его описание. Как это все работает, как это можно сделать. Сервис тоже не очень сложный, хотя и иностранный. После того, как вы создаете ленту времени, вы выбираете кнопку «Добавить событие». Открывается вот такая карточка. Здесь можно добавить название события, обязательно указать дату. Дальше есть кнопка, вот я ее в красный выделила, квадратик, импотенс, важность. Вы можете те или иные события сделать наиболее важными. Для этого увеличиваем их. Важность до 100% или чуть меньше. Они на ленте времени будут более крупным шрифтом выделены. Далее, с правой стороны, description – это описание, какой-то текст. Имидж, картинка, линк с аудио и видео – это аудио-видеоматериалы, либо ссылки на веб-ресурсы, которые вы хотите добавить. Ну и в конце можно ключевые слова, если хотите, это не обязательно. После этого вы нажимаете кнопку «Сейв» – «Сохранить». Событие добавлено. И таким образом пошагово строите всю ленту времени. Теперь о минусах. Из минусов сервиса англоязычной. Здесь можно создать только, к сожалению, три ленты времени. Зато их можно строить на страницу сайта и блога без проблем. В каждой ленте времени должно быть больше 20 изображений и количество просмотров – 200 в месяц. То есть, если у вас количество ваших зрителей, которым вы дадите ссылку, будет больше, чем 200 в месяц, то на какое-то время лента времени будет заморожена для просмотра. Вот такой вот интересный инструмент. Жаль, он не совсем бесплатный, но тем не менее можно попробовать. Вот этот инструмент тоже мне понравился. Он необычный. Мало кто пользуется им. Он тоже помогает создавать ленты времени, хотя это его не основная задача. Сейчас ссылку вам положу. Сервис «Envolven». Ну что же, ссылка не добавляется. Сервис «Envolven». Чем он интересен? Сервис бесплатный. Первоначально создатели его позиционировали как сервис для создания цифровых коллекций картинок. Нажимая на ту или иную картинку, вы получали какую-то информацию о ней. Эти картинки можно выстроить в хронологическом порядке, и тогда получится лента времени. С помощью такого шаблона, с помощью такой ленты времени, очень отлично можно сделать, например, виртуальную выставку. Расположить в хронологическом порядке книги юбиляра, и далее к каждой книге прикрепить небольшое описание и различные другие медиафайлы. Здесь каждая отсечка на ленте времени называется «Event». Вы создаете первое событие, называете его, и какую-то дату к нему прикрепляете. Дальше вот такая карточка, где нам подсказывают, что можно сделать с этим событием. Если сверху пойти, «Upload» – это загрузка своего контента. Вы можете добавить свое аудио, например, какой-то аудиофайл, и вы тем самым озвучиваете эту картинку, обложку книги. Например, прочитать какой-то отрывок из нее. Дальше «Write» – это текст. «Record» – это аудиозапись онлайн. То есть вы тут же в самом сервисе можете записывать что-то. «Search Web» – это добавление контента по ссылкам. Сюда подойдут YouTube, и SoundCloud позволяет аудиофайлы добавлять. Есть еще кнопка «Paste Link». Эта кнопка позволяет добавлять ссылки на различные веб-ресурсы. И все это прикрепляется к картинке, к обложке книги, например. И получается такая маленькая история о книге с разными медиафайлами. Кроме того, есть еще дополнительная функция «Ключевые слова». И геометки. Например, можно для каждой книги проставить ее принадлежность той или иной стране – Россия, Англия, Великобритания и так далее. Дальше нажимаете на кнопку с плюсиком. Она в самом низу. «Connect», «This Event» и «Project». И дальше у вас добавляется это все в ленту времени. Вы можете просматривать либо как картинками, либо как одну большую ленту времени. Таким образом. Сервис бесплатный позволяет создавать неограниченное количество презентаций, поэтому я его и выбрала. Еще один интересный сервис, тоже бесплатный – Timeline.js. Лента времени создается с использованием разного контента. Здесь могут быть изображения, видео, гиперссылки и тексты. Неограниченное количество лент времени здесь можно создать. Правда, это для тех уже, кто немножко попробовал себя в других вариантах, потому что на первый взгляд кажется, что здесь все сложненько, но это ошибочное мнение. Тут просто принцип работы немножко отличается от всего остального. Здесь даже регистрироваться не надо в сервисе, достаточно Google аккаунта. И на диск, на свой, на Google диск, вы получаете шаблончик, Google таблицу. Вот так она выглядит, достаточно объемная. Там уже вбиты какие-то даты, какие-то события. Вы просто стираете те, которые здесь даны в шаблоне, и добавляете свои. Либо изображения, либо тексты, либо какие-то ссылки. Обязательные столбики выделены красным шрифтом, вверху. Красной заливкой, вернее. Это дата начала события, обязательно. Все остальные необязательные для заполнения. Здесь вы уже по желанию смотрите. Заголовок – это название события. Ну, текст, понятно, это его описание. В разделе «Медиа» вы добавляете ссылки на разные медиаресурсы. Либо это может быть картинка, ссылка на картинку, либо это ссылка на видео, например. По желанию указывайте авторство. Какой-то можно заголовок добавить. Кроме того, вы можете группировать события на ленте времени в какие-то определенные группы. Например, если вы берете большой временной промежуток и хотите отдельно сгруппировать, например, события, относящиеся к России и события, относящиеся к другим странам, то для этого есть вот такая возможность группы. Ну и бэкграунд – здесь вы заливаете фон ваших слайдов. Лента времени получается необычная, потому что с одной стороны у вас традиционная лента времени с отсечками, а с другой стороны у вас такой слайдер с картинками. Презентация лента времени два в одном. Очень эффектно смотрится. Из минусов сервиса его англоязычность и то, что он не публикует работы, которые вы создаете. Готовая работа хранится у вас на Google Диске в виде таблицы. Сервис вам дает на нее код. И этот код вы уже вставляете на страницу своего сайта или блога. И вот в таком формате она у вас будет существовать. Еще один сервис. Выбрала его, потому что он русскоязычный. Российский онлайн-сервис называется Time. Вот отлично. У меня уже появились ученики. Здорово, что вы делитесь своими работами. Если у кого-то сейчас под рукой что-то есть интересненькое, из цифрового старитеринга, милости просим в чат. Я думаю, слушателям будет интересно. А я возвращаюсь к Time Graphics. Time Graphics, российский аналог для создания лент времени, позволяет создавать цифровые истории по хронологии событий, выстраивая те или иные явления и события. Сейчас, минутку, я ссылочку еще добавлю. Конечно, первым плюсом является то, что он русский. Во-вторых, он бесплатный, количество работ не ограничено. Готовую работу можно встроить на сайт или в блог. Как работает? Вы получаете такое поле, начинаете щелкать по нему мышью, добавляя временные отсечки. Как только вы добавили временную отсечку, у вас вот такой кружочек с иконками появляется. Нас здесь будут интересовать, прежде всего, иконка, которая обозначает событие. Это добавление какого-то действительно факта или события на ленту времени. Если вы хотите на ленте времени отметить сразу какой-то период, например, период жизни какого-то писателя или поэта, то вот есть кнопка «Соответствующий период». Если вы хотите статистику добавить, то для этого тоже есть кнопка. Но доля – это тоже в процентном отношении, если вы создаете какие-то связанные с цифрами ленты времени. После этого у вас откроется окошко для редактирования. Оно с правой стороны сейчас на экране. Вы можете добавить. По иконкам тут все понятно. Если иконка с фотоаппаратом, это к картинке добавляет. Если со значком «Плей» – это из YouTube видео. Есть возможность добавить карту, значок карты. Вы даете название событий, небольшой текстовый комментарий к ней. Дальше вы можете, ну не можете, обязательно указываете дату. И положение на ленте. У текста, самого события, сверху, снизу и так далее. Немножко можете дизайн подредактировать, выбрать два варианта фона. Либо светлый, либо темный. После этого у вас события появляются на ленте времени, и вы продолжаете дальше. Добавлять следующее. Как вы видите, если сейчас по ссылке прошли, сервис интересный, необычный, даже со звуком, передвигаясь по ленте времени, щелкая на различные события, можно услышать звуки. Еще один сервис, который я люблю и часто использую – H5FP. Вообще это сервис для создания любого интерактивного контента. Специализируется на создании викторин, презентации, интерактивного видео, различного другого контента. В том числе и ленты времени. Здесь тоже очень необычный вариант создания ленты времени. Здесь тоже есть шаблон. Но он не как таблица, а как список. Для каждого события добавляете временную отсечку, начало или окончание. Дальше даете заголовок, небольшое описание этому событию. А дальше в разделе «Медиа» добавляете по ссылке различные медиафайлы. Либо картинку, либо видео, либо звук из SoundCloud, либо какой-то другой вариант. К одному событию, к сожалению, можно прикрепить только один медиафайл. То есть, либо картинку, либо видео, либо звук. Готовую работу можно ставить на страницу сайта и блога. Здесь, в общем-то, все несложно. Хотя сервис англоязычный, но есть большое количество обучающих материалов и очень хорошо его переводит Google Переводчик. Можно им воспользоваться. В качестве фона ленты времени вы можете выбрать свою иллюстрацию. Лента станет немножко более красочной. Ну и наконец сервис, который, наверное, все эти предыдущие превозошел по своей красоте. Тики-токи. Сервис тоже для создания лент времени. У него есть особенность. Он позволяет создавать ленты времени и просматривать их в режиме 3D. Если вы сейчас по ссылке пройдете, то увидите, что с левой стороны внизу есть небольшая кнопка 3D. Нажимая на эту кнопку, вы окажетесь в таком варианте, как какая-то дорога, уходящая вдаль с перспективой. И вы можете по этой дороге передвигаться, мышью щелкая по сторонам, на те или иные события нажимая. Тики-токи сервис на английском языке, он не очень сложный, но, к сожалению, дает возможность создать только одну такую 3D презентацию, 3D ленту времени. Как тут работать? После того, как вы зарегистрировались, вы можете создать уже свою первую ленту времени, вводите название ее, даты, начало и окончание, когда у вас окончатся события, когда начнутся. Дальше можете выбрать фоновое изображение и, собственно, перейти к созданию истории. Вот так выглядит карточка и рабочее поле. С правой стороны находится карточка для добавления того или иного события. Карточка – это называется Stories. Вот одна такая Stories. Перед вами сейчас на экране. Я в красную рамочку выделила важные особенности, на которые обращать нужно внимание. Basic Info – это основная информация о событии, то есть его название, дата, краткое описание. Media – это все медиафайлы, которые вы сюда хотите добавить. По ссылке можно видео, можно картинку. Кнопка Text не обязательно добавляют ключевые слова и теги. Есть еще кнопка Extra Info. Если вы хотите создать какой-то длинный рассказ, или у вас очень много текста к описанию того или иного события, то как раз в раздел Extra Info сюда оно и добавляется. Как только вы сохраняете первую Stories, нажимаете Save, у вас кнопочка с плюсиком Create New Story, она добавляет новое событие, и вы новое добавляете. Они у вас потом выстраиваются на вашей ленте времени, и вы их уже сможете просмотреть. К сожалению, готовую работу на сайт или в блог пристроить нельзя только с помощью ссылки. Можно распространять и повторюсь, только одна лента времени. Вот так рождается. Если параграф из учебника педагогики является ли историей, но я не думаю, что параграф из учебника можно считать историей. Все-таки история рассчитана на эмоции, прежде всего, на сопереживание и сочувствие зрителей. Она должна у них вызывать какой-то живой отклик. И смотря, как написан этот параграф из учебника. Если он написан наукообразным стилем и особого отклика не вызывает, то может быть и нет, если это просто набор фактов. Первое, второе, третье, четвертое. Если параграф написан как увлекательная история, например, история жизни какого-то ученого, исследователя и так далее, то почему нет? Возможно и может. А я несколько слов скажу о том случае, если мы создаем историю, опираясь на какие-то географические особенности, если мы берем за основу карту. И создаем, например, историю, привязанную к географическим объектам. Самый известный в этом смысле сервис MyHistra позволяет создавать ленту времени вместе с картой 2 в 1. Сервис русскоязычный, русифицированный, позволяет создавать неограниченное количество работы, он бесплатный. Правда, работать в нем не очень просто, нужно просто немножко разобраться с принципом работы. Вы создаете свою первую карту или ленту времени, а дальше начинаете добавлять на нее события. Описываем это событие, добавляем дату определенную. Обязательно нужно указать отсечку на карте, где расположено, какой географией привязано ваше событие. Ну а дальше вы переходите уже к медиафайлам и начинаете их добавлять. Сейчас я вам ссылочку небольшую дам на работу, созданную в этом сервисе. Сервис позволяет организовать не только индивидуальную, но и коррективную работу. Вы можете подключать своих соавторов, но для этого они должны зарегистрироваться в сервисе и добавиться к вам в друзья. Такая особенность. Вы создаете несколько событий, они у вас будут отображаться в левом столбике. Вы их все можете просмотреть. Вправо это события, которые включены в вашу теперешнюю историю. Вы из одного столбика просто мышью переносите события в другой. Слева направо. И формируете там внутри уже с правой стороны последовательность этих событий. Они у вас выстраиваются по хронологии. Дальше вы нажимаете сохранить историю и можно уже просмотреть готовую. Одни и те же события вы можете добавлять, как понятно, в любые истории. То есть создать сразу целый набор событий, а из них создать не одну, а несколько историй. Одни и те же их можно использовать неоднократно. Готовую работу можно разместить у себя на сайте или в блоке. с помощью кода или взять ссылку. Еще один интересный сервис. Мы говорили про таймлайн. Вот это из той же оперы, сервис StoryMap. Он позволяет создавать географические карты и небольшие истории к ним добавлять. Смотрится все довольно красочно. Сейчас, минуточку, я вам ссылку отправлю. Пожалуйста. StoryMap. Сервис красочный. С левой стороны будет карта, с правой стороны текст и медиафайлы, которые можно рассматривать. Либо это картинки, либо видео. В общем-то, все несложно. После того, как вы начинаете работать в сервисе, возможно, работает сервис через Google аккаунт, вы просто добавляете слайды. Есть кнопочка с плюсиком. Есть обложка. На нее вы добавляете картинку. А дальше, используя вот это поле, этот шаблон, вы просто нажимаете соответствующие кнопки. Добавляете ссылку на медиа, добавляете изображение с компьютера, даете описание. В поисковой строке ищите объект на карте, к которому вы привяжете ваше событие. Кириллица здесь поддерживается, поиск на русском языке. В рамочку с правой стороны я выделила кнопку Slide Options. Эта кнопка позволяет редактировать оформление слайдов. Здесь можно фон поменять у слайдов, вариант просмотра, либо как интерактивная карта, либо как картинка. Можно добавить фотографию как фон, немножко изменить шрифт у этой географической истории. В итоге получится интересная интерактивная экскурсия, настоящая история о каких-то событиях, связанных с географией. Например, можно путешествие по странам мира устроить, связанным с каким-то, например, с открытием различных объектов на карте мира. Либо это путешествие по городам-героям, путешествие по столицам Олимпиады, и так далее. Тут вариантов различных, возможно, сколько угодно. Все это будет интересно смотреться. Еще один интересный сервис Турбилдер. Он тоже привязан к Гуглу. Он работает на основе сервиса, который называется Google Earth. Планета. Google. Google Земля. Вот так правильнее будет. Он позволяет создавать вот такие интересные путешествия, в том числе в формате 3D их можно просматривать. Если вы ссылку откроете, там есть кнопка 3D. Она позволяет на карту смотреть немножко необычным углом зрения. Специально регистрироваться не надо. Если есть Google Аккаунт, можно использовать его. А здесь вы добавляете, создавая такую историю названия объекту. Дальше к каждому объекту можно добавить какой-то медиафайл. Либо это изображение, либо это видео. Количество изображений здесь не особенно ограничено. Больше десятка можно добавить. Просто их можно пролистывать при просмотре этой карты. Дальше кнопочку, вот я в красную рамочку выделила, Add Location, позволяет добавить новую локацию на карту. Ну и затем они у вас автоматом соединятся в виде такого маршрута на карте. К каждому месту можно добавить иконку, значочек. И дальше вы уже сможете путешествовать по этой карте и просматривать параллельно с левой стороны разные медиа-объекты, читая тексты и просматривая фотографии или видео. Сервис бесплатный, количество здесь не ограничено работ. Кроме того, вы можете всегда встроить эту свою работу на сайт или в блог. Ну и наконец, в заключении вебинара несколько слов скажу о интересных анимированных историях. Это всегда вызывает очень большой живой интерес. Вообще к видеоинтерес всегда большой, потому что это очень живо, это очень интересно. И это вирусно, это распространяется в сети, это смотрят, особенно если ролики небольшие. Анимация – это особенно интересный жанр. Сейчас я вам сразу несколько ссылок отправлю на ютубе одна, другая на уже самом сервисе. И скажу несколько слов о сервисе, который называется Bittable. Bittable – сервис для создания анимированных историй на основе шаблонов. Если вы только впервые начали создавать мультяшки анимированные, то можно его попробовать. Здесь все очень просто. Вы регистрируете в сервисе, выбираете шаблон, а дальше наполняете его своим содержанием. Добавляете неопределенное количество сцен. К каждой сцене вы можете прописать текст, кириллица поддерживается. Здесь самое интересное, что количество времени, относящихся к каждому слайдов, уже прописано. Вам даже ничего настраивать не надо. Создатели продумали за вас все. Осталось только добавить картинки и тексты. И анимация у вас появится. Сама по себе живет на экране. Ничего дополнительно настраивать не надо. Это хороший вариант, если вы работаете, например, с детьми, хотите вместе с ними создавать анимацию, несложную, то этот сервис просто находка. Создатели добавляют новые и новые шаблоны практически ежемесячно. Часть из них платная, но есть и бесплатные, их достаточно много. Есть пластилиновая анимация, есть рисованная анимация, есть более серьезные слайды, например, для фотографий подходящих. Вы просто добавляете сценку, редактируете картинку и текст, а дальше из этих сценок у вас появляется видеоролик, который вы можете тут же закачать на YouTube, либо ссылкой поделиться, либо на сайт или в блок у себя вставить. Качество изображения достаточно неплохое, 720 на выходе появляется. Количество сцен ограничено, но это не критично. Здесь до 100 сцен, видеоролики, наверное, больше для анимации и не нужно. А все остальное достаточно быстро и интересно работает. В разделе Color вы можете перекрасить видеоролик, изменить его цвет, в отличие от шаблона, и в разделе Audio добавить музыкальный файл. Здесь есть уже готовые, причем большая библиотека готовых музыкальных треков. Вы можете даже свою собственную не загружать. Хотя есть возможность и свою музыку добавить тоже. Если быстро нужна анимация, то это Beatable. Другой вариант, тоже анимация, тоже быстрая, тоже на основе шаблонов. Рендерфорест. Это сервис русскоязычный, созданный российскими программистами. Количество роликов, которые можно выложить на YouTube, не ограничено. Любое количество вы можете сделать. И чем он отличается от предыдущего, от Beatable? Здесь тоже есть шаблоны, они, правда, более серьезные. У Beatable более мультяшно-развлекательные. А здесь они более серьезные. Есть интересный раздел, называется «Школа». Там внутри, как раз на основе этих шаблонов, сделано то видео, которое я вам ссылкой послала в чат. Чем Renderforest проигрывает? Он проигрывает прежде всего тем, что здесь качество видео на выходе получается не самое лучшее. 360. А во всем остальном он набитый был очень похож. Тут тоже есть шаблоны. Вы выбираете нужный шаблон, добавляете туда нужный текст и все готово. Здесь же есть большая библиотека музыки, музыкальных файлов. И шаблон тоже можно перекрашивать в понравившийся вам цвет. Вот таким образом работает это все. Количество работ здесь не ограничено. Каких-то других ограничений нет. Единственное, что вот качество видео, к сожалению. Ну и там, и там еще есть водяные знаки. Если вы просматривали ссылки, то заметили. К сожалению, у всех сервисов, которые создают анимацию, у них так или иначе водяные знаки присутствуют. Ну, самый известный долгожитель, наверное, среди сервисов Паутун. Он продолжает развиваться. Это здорово, потому что у него все больше и больше появляются возможности. По функционалу Паутун я бы назвала сейчас самым, наверное, функциональным из всех сервисов для создания видео. Потому что он позволяет создавать не только на основе шаблонов, но и позволяет создавать работу из чистого листа, используя, злоупотребляя для рекламы стороннего сервиса. Ну, если много ссылок, возможно, может быть. Правда, у меня такого никогда предупреждения не было, но все может быть. Сервисы постоянно меняются, что-то новое возникает. Возвращаясь уже к Паутуну, как я уже сказала, он позволяет создавать работу из чистого листа, используя свои картинки, свои шаблоны какие-то. Вы самостоятельно выстраиваете всю сюжетную линию вашей истории. Выбираете персонажа, выявляете, какое у него настроение, что он будет делать и так далее. Если вы только начинаете работать, то можно взять уже готовый шаблон и там просто исправлять героев, добавлять тексты. Если хотите что-то более грандиозное, то лучше начать с чистого листа, и тогда у вас появится вот такое рабочее поле. Вот оно выглядит. С левой стороны у вас список слайдов, с правой стороны библиотека, из которой добавляются картинки. Сразу надо сказать, что у Паутуна тут такая особенность. Часть шаблонов, часть картинок платная, они помечены. Те, что на значком фри отмечены, это бесплатно, их можно использовать. Здесь большое количество различных объектов, они рассортированы по стилям. Есть черно-белая анимация, есть мультяшная, есть более серьезная, прорисованная, есть более схематичная, похожая на инфографику. Выбираете из любого набора любой элемент, если он бесплатный, и совершенно спокойно используете его в своем проекте. Можно сделать видео в одной стилистике, можно добавлять из разных наборов, это не имеет никакой разницы, не играет никакой роли. Внизу лента времени. Для каждого персонажа на экране вы устанавливаете с помощью ползунка время, когда он появится, и время, когда он исчезнет. И вот таким образом, переходя от слайда к слайду, вы каждую сценку самостоятельно редактируете. Паутун, конечно, потребует достаточно какое-то время, чтобы тут отредактировать каждого героя. Не все может получиться. Паутун поддерживает кириллицу, тексты на русском языке хорошо стали теперь прописываться. Есть здесь так называемая анимированная рука, которая появляется и уносит персонажа, или приносит его в кадр. Есть интересные переходы между слайдами. В общем, возможностей у сервиса очень много. Он создает сейчас видеоролики до 5 минут продолжительностью бесплатно. С одного аккаунта сейчас можно создать 5 презентаций. К сожалению, маловато, а раньше было больше. Есть здесь образовательный тариф для студентов. 2 доллара в месяц на год можно его себе заказать. Это на тот случай, если вы собираетесь с анимацией работать очень плотно и захотите лучшее качество получить на выходе без водяного знака, то есть возможность такой самый простенький тариф платный попробовать хотя бы и посмотреть, как в нем работает. Но хотя и бесплатных возможностей здесь, в общем-то, хватает. И на выходе качество не слишком плохое уж. Ну, среднее, конечно. Но, тем не менее, анимация получается интересная. Похожий на него сервис Анимейкер, он точно так же. Тут даже если сравнивать, они между собой очень похожи. И там есть библиотека изображений, можно подгружать свои картинки. И там и там есть музыкальные треки, лента времени, на которые вы регулируете время нахождения персонажа на экране. В общем, практически, ну, если не близнецы-братья, то очень в чем-то похоже. Не могла о нем не сказать, потому что кому-то, кажется, работать в нем более удобно, чем в Паутуне. Поэтому есть возможность проэкспериментировать и там и там попробовать себя. Чем по Паутуну он уступает? Во-первых, про продолжительность видео. Здесь всего 2 минутки можно создать. И во-вторых, количество шаблонов здесь немножко поменьше, чем у Паутуна. А во всем остальном они между собой очень похожи. Можно пользоваться и тем, и другим сервисом одновременно и посмотреть, где вам интереснее будет работать. Это, конечно, не все. Я выбрала только те сервисы, которые сама использовала в работе, то, что тестировала, то, что пыталась сама что-то в них создавать. На мой взгляд, они мне показались интересными. Опять-таки, взгляд мой субъективный. Возможно, что-то вам понравится, что-то вы возьмете на вооружение для себя. Если хотите, в эту презентацию я добавила обучалки, на большинство сервисов они есть. Там есть где-то более подробные инструкции, где-то менее. Они помогут вам с освоением сервиса. Если что-то интересное у вас получится, то, милости, прошу, на следующих вебинарах можно похвастаться, чему закончилось использование сервиса, что понравилось, что нет. Это все, что я вам хотела рассказать на сегодня. Прошу прощения за голос. К сожалению, болезнь еще не полностью побеждена. Но я надеюсь, на следующем вебинаре все будет немножко повеселей и поживее. Если у вас не скачалась презентация или вы хотите какую-то в личной беседе задать вопрос, вот, пожалуйста, есть все мои координаты, есть группа на Фейсбуке, есть блог, где я публикую разные обучалки. Ну и, в общем, по электронке тоже можно писать. Спасибо большое, я постараюсь больше не палить. Спасибо вам за внимание. Если вопросов больше нет, то я тогда с вами прощаюсь до следующего вебинара. Он состоится у нас уже в ноябре. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Марину за то, что она, невзирая на болезни, проблемы с голосом, сегодня провела замечательный вебинар. Всех я вас тоже благодарю за активное участие. И напоминаю, что сертификаты об участии в этом вебинаре уже сформированы, и их вы можете приобрести по указанному мной чуть выше в чате адресу. Напоминаю также, что Директ Академия проводит вебинары каждый день, каждый рабочий день. И завтра у нас состоится очередной вебинар, вести его буду я. Кто хочет в расписании, найдет и на него зарегистрируется. До встречи на новых вебинарах Директ Академии. До встречи на новых вебинарах Директ Академии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова